Русский, английский, испанский, англический, англический, дарский, дарский, бом-бом-бом-бом. Сейчас я чувствую, пики случились. Привет, с вами подкаст Snowbunting and Egg, и мы тут требуемся про языки. Будет ли у нас фоллоуап? Да, я очень быстро скажу про Тайгеру. Нет, не будет. И у меня не будет про мяч. Вот. Вот и фоллоуап. Наш этот эпизод стартует без фоллоуапа. Скандал, скандал. Скандал абсолютный. Вы готовы? Да, ну значит, сегодня я выступаю в роли Тараса, и сегодня от меня будет Language on the Map. Вот, он немножко отличается от того, что Тарас предлагал в прошлом выпуске и в самом первом. Но я сейчас поясню. В принципе, все ground rules такие же. То есть, есть какое-то количество... Короче, я загадываю слово. Это слово можно... Даже не совсем слово, это скорее объект, который вам надо угадать, но точно так же, как было и у Тараса там с мячом или с рынком, который не объект и не процесс. Это рынок, Саша, потому что это процесс и объект. Вот, значит, вам этот объект нужно угадать, и в языке он разбивается, в языках европейских и мировых, на какое-то количество кластеров. Значит, давайте я, наверное, начну с того же, просто перечислю кластеры. Есть у меня некоторое отличие в том, что, в принципе, я могу еще не только про европейские языки сказать, а про другие, но, наверное, пока не буду, пока только про европейские. Но потом это может быть в качестве одной из подсказок. Переводы на какие языки не европейские я тоже знаю, которые тоже известны, которые тоже важны. Вот, значит, в Европе, в принципе, разбивается на два больших кластера, три больших кластера, два таких средних, от четырех до двух языков, и еще в трех языках свое отдельное слово. Ставлю на греческий сразу. Агура. Хорошо, могу и про греческий. Значит... Не надо. Подожди, подожди, мы не тратим свои подсказки еще. В общем, сразу, когда я скажу, в чем принципиальная разница между моим подходом и тем, что предлагал Тарас до этого, вот это сразу будет, в общем, то описание первое, по которому вы начнете уже угадывать. Давай. Вот, потому что это отличие заключается в том, по какому принципу произведено разбиение на кластеры. Если у Тараса мы на кластеры разбивали... Как бог на душ положит. Там, где корни одинаковые, мы включали это в один кластер. То здесь кластеры собраны не по этимологическому принципу, а по семантическому. Значит, в каждом языке вот у этого слова это один объект, он называется конкретным словом. Но у этого слова в языке есть другое значение. И, собственно, на кластеры мы поделили вот по этому второму значению этого слова. Это многозначное слово. Окей. Хорошо. Заинтриговал. Это все, это все наше вводное? Можно думать, да? Какая-то сада. Это ваше вводное, да. Можно просто подумать вообще, в принципе, в каких случаях происходит такое, что слова многозначные, и по какому-то принципу их можно кластеризовать. А ты будешь какой-нибудь кластер зачитывать или это перебор? Обычно второе по величине я слышал зачитывают. Второе по величине. Ну, тут есть у меня некоторая сложность в том, что если смотреть по всем мировым языкам, то будет один... Они просто первые два кластера примерно одинаковые по размеру. Да неважно. Читай там, где Даня, и это будет нормально. Тот, где Даня. Хорошо. Тут это фактически два кластера, но они там очень близкое значение, второе у этого слова, поэтому я их объединил в один. Входят в этот кластер. Второй по размеру в мире и первый по размеру в Европе. Языки следующие. Чешский, словацкий, датский, норвежский, шведский, нидерландский, инский, немецкий и венгерский. Исландский не входит. Исландский не входит. В виде отдельного подкластера можно добавить польский язык, у которого близкое значение, но немножко другое. Окей. Первое слово, наверное, когда приходит, это слово ключ. Почему ключ? Ключ обозначает предмет, типа ключ, да, при этом еще ключ это родник, да, у нас там key означает, я не знаю, то же самое, ключ как предмет, но при этом там key это там C-sharp, да, это тоже key. Нет, я говорю не совсем про это, я хочу просто, чтобы вы подумали о тех ситуациях, когда какой-то объект называют словом, которое уже есть в языке. Ну да, при том про ключи и ключи я не уверен, у нас же есть иммофон и многозначные слова, и ключи и ключи, скорее всего, мофон, а не многозначные слова. Да, это имена мофона, и это не то, чтобы есть несколько значений у Вона. То есть уже в языке есть это слово, потом появляется новый предмет, и ты его называешь этим словом? Да. Ну по смежности, да? Ну когда действие переносится на место, например, не знаю, собор, я думаю. Собор, кстати, хорошо. Ну собор как собрание людей, потом собрание людей происходит где-то, систематически это место называется собором со временем. Собор просто смешно, потому что я вспомнил, что в Венгерском собор это статуя. Да. Да, возможно собор, или чобор, или вообще в другом звучит, но... Если вспоминать эту историю с рынком, вот это вот, не знаю, может форма перенестись в итоге на место, square, типа там квадратный и так далее, четыре угла, раз это стало площадью. Или там греческая какая-нибудь история, там стоя, и потом стоики, потому что усиленно стоя. А могут быть какие-нибудь соединения корней. Саша, это не тот случай? Нет, это не тот случай. Это опять же, я ещё раз хочу сказать, что тут не нужно думать про этимологию, а это вот чисто такая, чисто семантический признак. Ну по сходству, да. Почему-то по какому-то сходству вот этот объект, для него использовали слова, которые обозначают в языке что-то другое. Ну я не вижу здесь никакой проблемы, да, ну не знаю, какие-нибудь ножки, стулы и всё прочее, мы просто переносим по какой-то воображаемой, конечно, чаще всего смежности, схожести, национальной или формальной или материальной, потому что язык вообще старается экономить усилия, поэтому как раз ничего удивительного нет, потому что, не знаю, ножка у стула появляется. Ножка у стула, кстати, хороший пример. Тут сложнее кластеризовать, да, когда не по этимологии. Да, а при этом кластеризация, она такая для этого слова, ну объекта точнее, для названия этого объекта кластеризация очень явная, такая прям ярко выраженная. Есть, на самом деле, языки, которые можно назвать, в смысле, которые можно включить сразу в два кластера, у них есть и одно слово, и с одним вторым смыслом слова, и с другим, но, в принципе, таких языков не так много. Кстати, русский к ним относится. А второе употребление этого слова сохраняется при этом? Да, вот вопрос. Да, да. Второе значение этого слова, оно, в общем-то, основное. То есть не объект вот этот, а именно второе? Да, а именно второе. А второе какое-то более абстрактное, то есть это какая-то щица. Вещица? Я думаю, только предмет. Ну, если Саша говорит объект, Саша обычно очень четкий, очень-очень-очень четок в формулировках. Ну, объект, это все, что, да, ну, не процесс, а раз одно мы точно знаем. А у тебя же еще есть подсказки припасены, да, потому что пока очень сложно? У меня есть пара подсказок, но они все, каждая подсказка, она фактически вытекает из предыдущей. Она либо является прямым следствием, либо является просто каким-то продолжением. Ну, я бы уже взял вторую. Вторая подсказка, ну, я могу ее дать, потому что она такая очень общая и довольно абстрактная, но, может быть, вам это поможет. Вторая подсказка такая, что вот этот вот объект, который вы отгадываете, это часть такой довольно сложной и очень многоуровневой семиотической системы. И вот эти вот уровни, они довольно неочевидным образом как-то в этой системе пересекаются и взаимопроникают. Вот. И интересно, например, что вот эту всю систему, в которую этот объект входит, в одну из своих работ приводил в качестве примера Фердинанда Сассюр. Вот. Он рассматривал, конечно, не наш вот этот вот языковой семантический уровень, а что-то более глубокое, такое метафорическое, но тем не менее. О, мой бог, вообще, я, мне кажется, не смогу это переварить. Сейчас оказывается, что это опять какая-нибудь таксономия, какая-нибудь растение. Нет, это к таксономии напрямую никак не относится. Ну, не знаю, наверное, какие-то параллели можно провести, но... Ну, понятно, что это не язык, да, какая-то другая система, которую он приводит. Не могу сказать, что это была подсказка, прости. Это, в общем-то, не совсем подсказка была, да. Ну, такая... Это просто, чтобы вы могли понять, в какую сторону можно думать, что просто вот этот вот объект является частью какой-то сложной системы. Какой-то знаковой, ты сказал, системы, при этом это не язык, наверное, потому что это было бы слишком просто. Это не совсем знаковая система, но в этой системе много таких вот знаковых обозначающих уровней. Не помогает. Можно для тех, кто не очень умный, а вот фамилию этого товарища я забыл уже, кто это? Мы можем знать, кто это? Сассюр. Да, это швейцарский лингвист. Ну, это один из основоположников семиотики современной. Короче, к семиотике, это я правильно подумал, что это относится к семиотике, хорошо. Да, понятное дело. Семиотики, да, ну вот знак в нашем представлении как вообще, ну, означающий, означаемый. Слово семиотика мне ещё хотя бы как-то знакомо. А вот Фердинанд... Ты как-то странно произносишь слово семиотика, ну-ка давай ещё раз. Семионтика я слышу. Есть семантик, а есть семиотик. У меня семионтика, ребят. Это он-то, да, это какой-то, это как бы дом, язык бытия там. Короче, Саша, я считаю, что тебе нужно аккуратнее для себя определить значение слова подсказка. Потому что то, что ты сейчас нам дал, это не подсказка. И даже что-то, что... Я меньше стал понимать возле неё. Саша, давай ещё одну, а теперь, чтобы это было ближе к подсказке. Значит, следующая подсказка, которая, в общем-то, во многом вытекает из предыдущей. Но она зато очень конкретная. Значит, у этого объекта есть специальный отдельный символ в Юникоде. То есть это может быть сейчас любой смайлик, баклажан и чёрная... Ну подожди, нет-нет, это не эмодзи, это именно Юникод. То есть это символ в Юникоде, да. Это крутая подсказка. Я думал про крест всё это время. Это может быть крест, кинжал, вот эти вот символы, которые нам с ноской бы не ставят. Это прям знак-знак. Но это символ. Это не то чтобы знак, это символ, который есть в вот этих вот стандартных кодировках. Ну вот астриск-стиль и так далее, это всё ещё ASCII. То есть для этого Юникод, по идее, не нужен. Да, а Юникод, это когда ты за 256 этих символов выходишь, а там уже нужен Юникод. То есть это что-то такое не совсем, не какая-то простая пунктуация, наверное. Знаешь, как вот в статьях делают сноски типа аффилиации авторов, кто откуда, там всякие разные прикольные символы используются. Да, ой, да, там всякие классные кресты. Да, там тебе прямо крест, есть прямо даггер, как вот кинжал, всякие такие-то, да. А всякие формальные вещи и научные вещи, это не могут быть функции суммы и прочее, это уже Юникод? Ну слушай, сумма это как бы греческая заглавная сигма, поэтому это не страшно. Ну понятно, нет, какой-нибудь другой пример. Какой-нибудь там, не знаю, корень квадратный, да, вот такое что-то. Значит, возвращаясь к Сосюру ещё, могу сказать, что он, когда приводил вот эту систему в качестве примера, он там рассказывал про роли разных объектов, про их взаимоотношения и про, возможно, изменение ролей внутри какой-то системы. Это из курса общей лингвистики что-то? Я должен это знать вообще? Это не из курса общей лингвистики. А, ну всё, соответственно, снята. Короче, мы имеем дело. Хорошо, Саша, тогда дай нам подсказку, подсказку. Давай. Это объект, про который мы говорим, это... У этого объекта есть физическая какая-то инкарнация или это чисто символьная история? И Юникод это как вот символ, он так и есть просто символ. Ты не можешь его физически взять в руку, как кинжал или крест. Ну ты символ взять в руку не можешь, а вот этот объект ты потрогать можешь. Это символ для обозначения конкретного объекта, который ты можешь потрогать там. Да, ну а в Юникоде там же есть, если я правильно понимаю, там же есть просто какие-то буквально... Там же прям есть, вей, типа, домик, коробка, собака. Я не верю, что там есть собака. Это всё в расширенные кодировки входит. То есть там в расширенные кодировки куча эмодзи уже вошло и так далее. Видимо, Саша говорит про то, что это какой-то базовый Юникод, да, не из расширенных таблиц. Саша, правильно я думаю или нет? Мне кажется, что он, да, из довольно стандартного. То есть это не эмодзи, не изображение собачек, кошечек, осьминогов или кого-нибудь. Игральные масти карточные, да? Это довольно близко, кстати. Если игральные масти это близко, ну что там? Ну это предмет. Я понимаю, ну типа пика, да, там копьё. Ну это близко довольно. И теперь подумай ещё, почему вообще в принципе, где вот кроме мастей карт может использоваться какое-нибудь другое слово для обозначения какого-то предмета. Знаки зодиака. Я тоже подумал про знак зодиака, но не потрогаем. Ну зайца можно поймать. А зайца, это я перепутал опять, типа, знаки зодиака с календарёвых, да? Всё нормально. Семёнтика. Я буду называть это Семёнтикой. Они и их календарь. Значит, я ещё одну подсказку, да. И вот те вот языки, про которые я говорил, мировые, не европейские, которые важны, когда мы говорим про разбиение по кластерам. Это следующие. Санскрит, арабский, фарси, может быть иврит. Но вот про эти языки я, по крайней мере, знаю. И понятно, почему я знаю. Ещё у меня есть монгольский в списке. Да, про монгольские забывай. Это как это религиозная история? Как это религиозная вещь? Это не совсем религиозная история. Я бы даже сказал, что совсем не религиозная. Но вот эта просто область, что это вот что-то такое про Ближний Восток, Индию, Персию, вот куда-то туда. Ну, не знаю, где мы про это. Ну, мы или в институте, ты просто учишь как бы это в курсе как истории, либо языка знания. А, подожди, Саш, какие-нибудь планеты, да, там символ Венеры, Марса. Я тебе говорю, что ты можешь это потрогать руками. Тарас может потрогать. Ну, условно говоря, зеркало Венеры, да, там вот для обозначения пола. Ты можешь взять это в руку. Нет, ты вот сам этот объект, предмет можешь взять в руку. Потому что, когда говорим про Ближний Восток и прочее, то они там много занимаются астрономией, математикой и так далее. Что-то могло быть из этой серии. Если это не религиозная, просто чем они еще прям славятся? Славятся, там богатая культура. Календарь. Календарь, да. Просто я вообще помню, что это часть системы, поэтому календарь удобно туда бы встраивался, да, какие-то планеты или что-то, хотя, не знаю, значит, уровни и уровни, как бы алфавиты, не знаю, название букв. У этого объекта есть пять довольно близких родственников, то есть похожих объектов, которые можно подобным образом тоже кластеризовать. Но мы сейчас говорим только про один из. То есть шесть всего их. Да. Шесть кого-то. Кого бывает шесть? Шесть. Шесть часов вечера. Чего бывает шесть? Цветов. Возрастов. Цветов, да. Цветов, наверное, может быть шесть, да, да, да. То есть их на самом деле шесть разновидностей, а всего их... Всего их шестнадцать. Шесть разновидностей, все шестнадцать? That's hard math. Даже не шестнадцать, а тридцать два. Ну, то есть два раза по шестнадцать. Стоп, 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 стоп. Два-то раз, два-то раз давай. Времен в английском языке. Шесть разновидностей, которые делятся, которые можно собрать в две группы по шестнадцать штук. Зубы. Едикот символ, да. Блин, кстати, про зубы, про зубы вообще классно, да. И я себе представляю, что Сосюр, да, писал в своей работе про... Представляешь, у тебя молочные зубы, я же про превращение ещё говорил, молочные зубы выпадают и превращаются в коренные зубы. Это не он, ученики всё переврали. Вот, и в этом, конечно, можно найти какую-то метафору, да, взросления, взаимоотношения. Подожди, Саш, ну это жесть, это какая-то жесть. Шестнадцать, тридцать два, шесть разновидностей, но в две группы. Да, я уже почти всё вам выдал. И ещё кластеры, и названия, и символ в Юникоде. У меня просто даже идеи нету, да, окей. Не может быть теперь буква одна какая-то всё же? Это не буква, это предмет, который можно взять в руки. Много в руки буквы? Dare me. Ладно, значит, смотрите, вот эта вот сложная многоуровневая семиотическая система, про которую я говорил и про которую писал Де Сосюр, это какая-то игра, это игровая система, собственно, почему там много уровней, потому что ты можешь там словом это назвать, каким-то символом, ещё что-то. Это вот... Я думал про игру из изыгральных как бы карту, поэтому что, скорее всего, это про игровую систему, но... Ну что это за игровая система теперь, давай. Шесть разновидностей, два раза по восемь, ой, два раза по шестнадцать. И можно взять в руки. Да, и можно взять в руки. Ну давай, Тарас, я вижу, ты, 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 ты уже догадался, не говоришь? Нет, так нечестно. Нет, нет, я никогда не загадываюсь ни о чём, это комик-релифт. Шесть. Это игра. Шесть разновидностей. Игры. Игровой системы. Нет, шесть разновидностей элементов внутри этой игровой системы. У неё есть шесть чего-то, как у нас, как условно были бы мастеры, у неё шесть чего-то. Шесть атрибутов. Это даже не атрибуты, это вполне конкретные... Шесть вещей, которые нужны для игры. Ну и серия, там, теннис, да, две ракетки, мячик и сетка. Вот из этой серии волейбол. Шесть разновидностей. Пляжный. Подожди, стой, 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 стой. Биллиард? Ну нет, не может быть, что был биллиард, да? Там не шестнадцать. Я молодец. Тогда ответил в болс. Что, если это не карточные игроки, ещё будут игры где кости? Ну, шесть сторон кубика. Это настольная игра. Это настольная игра. Настоль... О-о-о, блин, подожди. Ну, скажи. Там есть два по 16, но... Не сходится. Там нет шести, шахматы, подожди, шахматы, шашки, это всё 16, да? Ну, посчитай, посчитай шахматы. Ну, по 16 фигур, скажите. Ну, 16, 16. Посчитай разновидности. О, 6 разных фигур. Окей, хорошо, мы догадались, да, что это шахматная фигура, про которую мы говорим. Мне не очень помогло про разновидности, ну да. Это бишоп? Это бишоп, да. Yes! Давай теперь разбираться. Ну, он-то слоном должен называться, да, соответственно, то... Слон, бишоп, это два кластера у нас уже есть. Во-первых, давайте разберёмся, почему их шесть, потому что перси-король, конь, слон, ладья и пешка. Шесть разных фигур. Всего их по 16 игрока, 32 на доске. Значит, теперь давайте про кластеры. Ну, во-первых, да, понятно, что тот кластер... Про то, что я говорил, что в русском языке можно к двум кластерам отнести, то есть понятно, что обычно используется слово «слон» почти всегда, но в принципе, если вы когда-то... Кто-то вам говорил, что... Офицер. В обиходе офицер, говорят, да. Но это, в принципе, ещё один кластер, потому что в болгарском, греческом, про который вы спрашивали, албанском и, в принципе, в украинском, белорусском, так же, как в русском, называют слона со следу фигуру офицером. Значит, насчёт бишоп. К этому же кластеру, что и английский, относятся также португальский, исландский, валийский, ирландский и, если я правильно понимаю, латышский. В латышском это называется лайденс, вот. Я не уверен, что это именно бишоп, но, по-моему, это вот епископ, да. Какой-то церковный сан, да. А по-ислански как? По-ислански, сейчас скажу. Офицер Кулур. Апельсингу бишоп. Так, бискуп. Бискуп. О, в Алапас случился бишоп и епископ. Это типа вот одно и то же, что ли? Да. Класс. Вы знали? Не знаю, я, честно говоря, об этом не думал, но это довольно-довольно просто, да. Бискуп. Если есть слово бискуп, то очевидно, что оно соединяет епископа и бишопа вместе. Да, ты их соединил через исландский, ну ладно. Вот, в принципе, в валийском и вирландском тоже слова какие-то похожие. Эсгоп и спак. То есть, я не уверен, что это очевидно то же самое слово, но явно, что они однокоренные. Большой второй кластер, который я вам, собственно, перечислил. В нём эта фигура обозначается словом гонец или бегун. То есть, runner или messenger. Класс. Вот, в польском это просто называется словом гонец. Круто. А в датском? Вот, а там вот, а тут туда же входят датский, норвежский, шведский, нидерландский, немецкий, финский. Вот, есть ещё, допустим, в балканских языках, сербском, хорватском, боснийском, македонском, это называется словом охотник. В литовском, он один, там это называется словом вождь или атаман, то есть какой-то вот такой предводитель. По поводу слона. Значит, слон есть в санскрите, арабском, фарси, вот, потом армянском, и туда же он перешёл в русский, украинский, белорусский, турецкий. Вот, это там называется прям тем же словом, тем же самым словом, которым обозначается слон. То есть, просто слон как животное. Вот, но при этом есть, например, в испанском, каталанском, баскском и галисийском, там нету, собственно, там используется не слово слон, а слово алфил. То есть, это вот, словом фил называется слон в персидском, то есть, это не то же самое слово, которое обозначается, которое используется для слона, а это заимствованное слово слон из персидского и адаптированное в свой язык. Он типа просто артиклем, нет? Ну, похоже как будто, да, да. Я просто к тому, что это не слово слон, а это заимствованное слово, которое обозначало слона в арабском. Да, допустим, в эстонском это называется словом «ода», которое означает «копьё». В монгольском, про который я говорил, слон превратился в верблюда. Удивительно. А как на монгольском «верблюд»? В монгольском «верблюд»? «Теме». «Теме». Да. Гроссмейстер жертвует «теме». Вот. Интересно про итальянский. В итальянском это называется словом «альфьере». Вот «альфьере» – это знаменосец. Но при этом я так понимаю, что он просто стал знаменосцем исключительно из-за того, что он пришёл из, допустим, какого-то испанского или вот, наверное, из испанского, из слова «альфил», которое означало «слона», и по созвучию он превратился в «альфьере» – знаменосца. Это ты читал или ты думаешь? Это я так думаю, потому что они, скорее всего, тут было именно по созвучию они название делали. Ну, может быть, наверное, шахматы через арабскую Испанию и Италию пришли, да, в таком порядке? Ну, откуда вообще эти названия появились? Почему это вообще всё так сложно? На самом деле, это изначально был в Чатуранге или в Шатранже, то есть это две игры, которые перед шахматами были. Это всегда был слон, собственно, слон. Но арабы, которые не очень, у них принято эти самые наездников на слонах, там, животных и людей изображать в виде игровых фигур, они это упрощали как-то. Вот, и, собственно, от слона там остались только бивни. Вот фигурка была в виде бивней слона. И потом вот эти бивни, когда уже игра пришла в Европу или не в Европу, а просто распространялась там сначала по Азии, а потом и в Европу, эту вот фигурку в виде бивней все по-разному интерпретировали. Кому-то это казалось, что это похоже на головной убор епископа, кому-то казалось, что это похоже на какого-то… на человека с определённой ролью. Да, вот ещё вот, я не сказал, что во французском и румынском, например, это обозначается словом «шут». Ага, ну, то есть тоже по шапке, просто по головному убору? Да, это по шапке по головному убору, да. Кому-то казалось, что это похоже на головной убор шута, кому-то казалось, что это, там, охотник, кому-то казалось, что это митро епископа. Я думаю, что это должно быть какой-то куртуазный там набор или какие-то придворные роли. Кстати, придворные роли прикольные, да, что здесь как бы король-королевы шут. Да, я читал, на самом деле, подробно, я всё забыл, это было года два назад как раз про то, что остается фигурами, и самое интересное про то, как, собственно, менялась их функция. Например, Бишоп изначально мог ходить по диагонали, но на одну клетку. Ну, в шахматах он всегда мог ходить довольно далеко, но вот в тех играх, которые были перед шахматами, они действительно там на одну или две клетки в некоторых играх ходили, да. Такие же истории, они кроются почти за всеми фигурами. Про коня проще всего, потому что конь, он везде почти конь, наездник, да, или… Ну, или как бы конь, или рыцарь, или атрибут рыцаря, да, да, ага. Да, вот, и поэтому он во всех языках называется либо скакун как-то, либо, собственно, конь, и других вариантов особенно нет. А вот, например, для ладьи всё интересно, потому что ладья изначально была колесницей, вот, и персидское слово, например, «рух» – это обозначение колесницы именно. Вот, а потом колесницу тоже каким-то образом так изображали, что она где-то кому-то казалась похожа на корабль, и поэтому у нас стала ладьёй, а кому-то казалась похожа на какое-то укрепление вертификационное, и поэтому превратилась, да, превратилась в башню. При этом стала тауэр, да. При этом она у нас, да, стала ладьёй, выглядит она как тауэр. Вот это интересно, что она везде стала ладьёй, ой, везде стала башней, при этом у нас она называется ладьёй, а в английском языке, например, она называется «рук», которое… Как колесница. Слово, которое произошло от колесницы в персидском. Слушай, а вот это вот в обиходе, его у нас ещё называют «тура», это откуда-то, типа, от тауэр? Ну, к башне. Ну, это башня, башня же, да. Да, я знал, что слово «тура». А они не менялись? Мне кажется, ещё в какой-то момент они, может быть, с «бишоп» как раз никогда не было так, чтобы ладья называлась. Так, как назывался слон и наоборот. Есть прикольная штука, да, то, что в некоторых языках во многих вот ладья, она, то, что у нас называется ладьёй, это фигура называется слоном, да. Вот, она в некоторых языках и в некоторых родственных играх до сих пор осталось, что это именно слон. Слушай, а ты не смотрел перевод слова «рокировка» в разных языках? Слушай, ну, обычно это называется «ту кэсл». Ну, это как бы кастлы, да, но потому что в разных языках может тоже по-разному быть. «Рокировка» — это от слова «рук», нет? Или да? Наверное, да. Ну, что-то я сомневаюсь, что это от слова «рук», мне кажется, что это что-то из... Ты знаешь ещё русские слова, которые вот с этим корнем? Нет, конечно. Мне кажется, это «рука» есть, а в чём проблема, почему нет? У нас нет другого слова, и есть слово «рук», и это движение делает «рук». Ещё, например, прикольная история со словом «ферси», потому что «ферси» — это персидское слово. Прям перси. Да, и вообще изначально, но это роль советника или полководца, или визирь, или вот что-то такое. Почему в Перси вот этот вот советник или полководец превратился в Европе в королеву? Ну вот, потому что куртазная культура, я думаю. Вот, но там на самом деле пишут, что есть несколько версий, как это произошло, вот, и одна из версий, что «ферси» во французском созвучно со словом «вьердж», то есть «дева» или «девственница», вот. Они решили, пусть это будет самая сильная фигура, а до этого, небось, он ничего не мог делать. Но это так, до этого «ферси» ходил тоже, по-моему, типа там, Саша сейчас скажет, но «ферси» был сильно слабее фигурой. Слабее, да, был. Я, честно говоря, не помню, насколько там клеток он в предыдущих вариантах игры ходил, но точно был значительно слабее. Опять же говорят, что вот это вот, кроме созвучия, есть ещё версия, что просто резкое усиление королевской власти, власти именно королевы, женщины-королевы в Испании в 15 веке было. Вот, и поэтому они решили, что самая сильная фигура, которая там есть. Это больше смысла имеет? Да, они осмыслены, я думаю, что они как-то параллельно шли, поскольку и созвучно, и нужно какую-то политическую вот эту вот историю учитывать. Вот, ещё у меня есть одна история, которая мне очень понравилась, тоже связанная со слоном. Значит, вот от Чатуранги и Шатранжа, кроме шахмат, ещё произошло несколько игр, которые сейчас активно, которые играют. Например, вот очень известная игра в китайские шахматы, сянцы. Вот, там, в принципе, примерно похожая схема, там похожие фигуры, их чуть больше, чуть-чуть другое игровое поле. Фигуры там почти все те же, то есть король, советник, конь, слон, то есть там добавляется ещё пушка, кроме тех, которые в шахматах есть. Вот, фигуры обозначаются не чёрным и белым цветом, а чёрным и красным. Вот, и что интересно, у них есть у этих фигур название, вот, которое звучит для чёрных фигур и для красных одинаково, а пишется при этом немножко по-разному. Там используется, для чёрных фигур используется простой иероглиф, а для красных добавляется перед иероглифом ключ, который по-русски читается как «жень», «человек». Вот, и, в принципе, этот ключ, он прочтение иероглифа не изменяет, а при этом смысл немножко меняет. То есть они называются, звучат название фигур у красных и у чёрных одинаково, а пишется при этом по-разному, но это помогает их как-то различать и добавляет какой-то смысловой оттенок. Вот, и это, в общем, верно для всех фигур, кроме как раз слона. Вот, для слона используется иероглиф «сян», который означает, собственно, слон. Но это для чёрных, а для красных он обозначается тоже иероглифом «сян», который звучит точно так же, это гомофон, но при этом используется совершенно другой иероглиф, который переводится как «министр». То есть одно и то же название, но при этом у чёрных это обозначается иероглифом «слон», а у красных, ой, наоборот, у красных иероглифом «слон», а у чёрных иероглифом «министр». Но мы бы сильно удивились, если бы в китайском не было чего-нибудь с гомофонами. Да, да, просто для всех остальных фигур там действительно, понятно, что там будет точно такое же звучание иероглифа, просто потому что к нему ключ добавился вначале, а тут прям другой иероглиф. То есть понятно, что «министр» не основное значение этого иероглифа, я даже посмотрел перевод, это, в общем, скорее там, значит, что-то типа «постure» или «bearing» или «portrait». Нет, ну прикольный смысл, да, что тоже ты от этого, от животного слона, как бы, пришёл к какой-то политической фигуре типа «епископа», и всё это тоже совершенно в независимой культуре. Просто прикольно, да, что как бы тут-то точно этот вот «министр», он не произошёл, потому что фигура похожа на шапку «епископа», да, то есть это совершенно, совершенно другая какая-то история, и здорово, что она так совпала. Давайте ещё добавим какой-то, не знаю, астральной фигни, что это «епископ», он ходит по диагонали, то есть не по прямой, у него свой путь, своя дорога. Да, это напоминает вот этот известный мем про Елизавету II, и «епископа», значит, на шаричном полу. Да, 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 да. А слушай, Саша, а ферзь, как ферзь, он куда-то ещё кластеризуется, или он чисто вот к нам почему-то забрёл из арабского, а так он везде куин? Ну, в смысле, куин – это продолжение ферзя, то есть он стал королевой уже после того, как был ферзь. Ну, я понимаю, потому что именно вот в современном обиходе по названию. Мне кажется, что там других вариантов нет, он и у нас-то уже под влиянием европейских шахмат тоже стал королевой, то есть он изначально у нас был только ферзём, вот, а потом, потому что в Европе его везде называют куин, он тоже у нас стал королевой, хотя, мне кажется, что ферзь всё-таки чаще используют. Я чисто спрашиваю, серьёзно, вот если там русский турнир по шахматам, и комментатор говорит, что вот человек потерял кого, ферзя или королеву, что он скажет? Ферзя, конечно, 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 ферзя, то есть у нас сейчас есть такие общепринятые названия, это король, ферзь, конь, слон, ладья и пешка. Я прочитал статью. Я забыл совершенно, как я на неё вышел, там была какая-то история, я смотрел какие-то указатели всякие по стилю, по поводу того, что всё-таки происходит с большой буквой в английском после двоеточия, и довольно часто, как вы знаете, они предлагают писать с большой буквы, но при каких-то разных специальных случаях, вот, и значит... Но это речь про заголовки идёт, или это речь идёт про текст? Речь идёт не про заголовки, а про текст. Как раз в заголовках очевидней, что... Нет, в заголовках как раз очевидно, да, что там, да, что у них принято, что просто все значки и слова с большой буквы пишутся. Все значки и слова с большой буквы, да, кроме специальных слов. Вот, и что-то меня вывело, в общем, на статью, оказалось, что довольно много чего написано по поводу типов заголовков и их связи, особенно, там, в эпоху исковых систем, их связи со скачиваниями и с цитированиями. Вот, и неудивительно, что оказалось довольно много текстов на тему того, какие характеристики заголовка, как связаны с точки зрения исследователей, по крайней мере, как связаны со скачиванием и с цитированием. Все, что я прочитал, я посмотрел сам, они все, в общем, довольно быстро сходятся на одну статью, там, 2010 года с такой самой большой выборкой, вот, который, который там они или спорят, с которыми не согласны, но довольно смешно, что первое, что мне попалось, это статья, в том числе, по крайней мере, про двоеточие и их связь, значит, со скачиванием и сцитированием. Почему? Потому что в Фейсбуке есть огромное количество смешных групп, которые издеваются над всякими штуками, которые академические гуманитарии делают, всякие там постмодернистские заголовки с обязательным двоеточием, бессмысленные. И вот было смешно и интересно, значит, посмотреть на то, к чему люди пришли. Значит, статья называется, вот эта статья, с которой мы начали, она называется «article title type and its relation with the number of downloads and citations». Сама по себе довольно кликбейтовая, по-моему. Очень кликбейтовая. Ну, туда надо было двоеточие посередине добавить. Да, они там говорят про, что за article type. Это, ну, как бы я исхожу из того, что, чтобы вы прочитали статью, это самое для меня непонятное место. Я понятия не имею, откуда они взяли эти типы. Кроме того, что, ну да, они имеют смысла, но почему их там три, а не четыре, не два, а не шесть, я нигде не нашел никакого текста основополагающего, не знаю. Ни по стилистике, ни просто какого-то, какого-то рекомендательного кодекса, ничего, где бы были вот эти три части. Они все все время пишут, что вот есть три типа статей. Откуда это придется, изначально понятия не имею. Значит, какие они? Они пишут, что есть три типа. Это declarative title, descriptive and neutral titles, and interrogative titles. Question title, да? То есть здесь нету, естественно, твой точек, как бы, может быть, в каждом из них, поэтому отдельной строкой идет. Ну, в общем, они говорят про вот эти вещи. И вообще, насколько я понимаю, как бы новизна этой статьи только в этом. В том, что они измеряют цитаты искаженные в их связи в том числе с этими типами, которые они там дальше описаны. Что до этого были работы на эту дему, но там не было типов. Поэтому они такие, о, а мы пишем про типы. Но мне кажется, что вот это разделение на типы, это вот чисто субъективная позиция этих авторов. И тут надо сразу оговориться, что они, конечно, рассматривают только статьи из PLOS, то есть это в основном медицина. Они брали весь каталог PLOS от PLOS One, и там, по-моему, семь журналов или что-то такое. Да, вот они. PLOS One, PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Computational Biology, PLOS Genetics и PLOS Pathogens. 2007 год, вот, за один год. И смотрели, видимо, цитирование с 2007 до момента печати их статьи, которая 2010-й, типа, да? До момента печати, это три года. Три года цитирования, но сами статьи опубликованы в седьмом. То есть вот статьи опубликовали в седьмом, и потом смотрели три года на их цитирование, да. Ну вот, а про PLOS надо говорить, на самом деле, да, что PLOS – это один из самых известных open-access журналов, да, в которые авторы платят бешеные деньги за публикацию, но при этом сама статья в бесплатном доступе, что не так часто случается, хотя это отдельный разговор на тему того, что там в академии с open-access последние годы, это прям там сколько фанатов, столько и противников. Но сейчас много уже довольно таких журналов, да, но это просто очень большая дискуссия, которая сейчас идёт и которая непонятно когда закончится. Ну, короче, мораль в том, что да, это только open-access журналы, и это довольно интересная выборка сама по себе, да, потому что я бы не предположил, что срез open-access журналов совпадает со срезом, как бы, обычных классических закрытых, как бы, за пейдволом журналов. Вот он не совпадает. Я думаю, что он, да. Да, и насколько она, вот 2172 журнала и 3 года цитирования, как бы. Но это вам виднее, 3 года, насколько это достаточно. Ну, 3 года это мало, по 3 годам, конечно, делать какие-то выводы нельзя. Но у меня вообще с этой статьёй тут очень-очень много проблем, они пытаются делать какие-то общие выводы на основе вот своей вот выборки, которые, во-первых, очень узко специальные по теме, что это только журналы по медицине, вот, во-вторых, это именно конкретно журналы с открытым доступом и в конкретное время, потому что вот эта вся история про скачивание статей, про цитирование, это же очень-очень во многом про моду на заголовки, то есть какие заголовки выделяются на фоне других. То есть у нас, допустим, сейчас принято, что большая часть заголовков, в которых есть какой-то, не знаю, условно подлежащая, сказуемый какой-то месседж, вот, а есть какие-нибудь, в которых, допустим, сказуемого нет, в которых только описание чего-то. Это ты говоришь про declarative title сейчас, Саш, давай употреблять точную терминологию. Вот, и если каких-то, каких-то основная масса какого-то типа, ну вот, допустим, а какие-то выделяются на их фоне, и какие-то выделяются, потому что там есть знаки применения, которые не используются в других типах, я не знаю, двоеточие, восклицательные знаки, вопросительные, да что угодно, там точку с запятой. Восклицательные знаки, вот, что надо делать. Обычно они ставят точку с запятой, а тут мы поставили там в двух местах, и сразу понятно, что поскольку выделяется на общем фоне, то тебе это как-то заинтересует, это привлечёт твоё внимание. Принято так, а ты делаешь чуть-чуть по-другому, но вот это, про это во многом история. Если модно сейчас делать такие заголовки, а через там два года будет, все начнут писать заголовки вопросительные, и, а у тебя будет там какой-нибудь декларативный тот же самый, и все обратят внимание. Тут можно немножко аргивать, что типа они смотрели на то, как считается immediate impact, да, этих статей, поэтому типа короткий горизонт, всего три года, вот. Но мне кажется, да, когда мы говорим про то, что у них там медианное цитирование 9, это медианное цитирование, но это очень слабо отражает какую-то тенденцию, и тем более роль заголовка, да, вот на это. Как набор некоторых корреляций в узкоспециализированной выборке, это можно рассмотреть. Вот мне кажется, у меня тоже стало впечатление, что эта история про статистику вообще не про журналы, и не про заголовки, это вообще не про это, они просто там, ну. Ну, то есть их подход с точки зрения статистики, ну, нормальный. Да, вопрос, вопрос, каким образом из этого статистического анализа выводы потом делать. Да. Никаким. Я думаю, да, я думаю, как бы тем, кто занимается статистикой, интересно посмотреть на процесс, а выводы как бы, ну, они должны быть, вот они их как бы написали, да. Но с точки зрения статистики это неинтересная статья, потому что они довольно стандартные методы использовали, и как-то... Это типа три метода из Википедии. Да, да, да. И я специально выписал себе цитату, что the data were downloaded and imported into an Excel-файл. Yes. И вот на этом моменте такой, типа, окей. Честно говоря, тоже этим занимался, я занимался выпиской оттуда лолзовых кусочков, и с самого начала они пишут, например, они как бы, ну, довольно противоречивые вещи, например, они пишут такое. The title of an article precedes the beginning. Важно, да. Ну, не поспоришь, да. The title is the main indication of article subject. Titles are very helpful for those who can scan in libraries. Потому что very helpful, я не соглашусь, особенно если говорим про медицинское поле, я не представляю, как сканировать большой каталог статей по медицине, опираясь только на заголовки. Правильно, это второй вопрос, насколько вообще можно оценивать цитируемость следствием заголовка. Просто есть области, которые более сейчас популярны, актуальны, и в которых больше исследований, и всем это интересно. А есть области, которые, ну, которые какие-то такие минорные, маргинальные, которыми почти никто не занимается. Если ты сравниваешь статьи вот из этих двух областей между собой по цитируемости, ну, это странное необъективное сравнение, и заголовок тут, в общем-то, не очень при чём. Ну, те, кто рецензировал статьи, которые занимаются связью заголовка с цитируемием, они пишут, вот, interesting, in all the fields we find that the higher the impact, the narrower the diversity of title concepts. И они вообще обращают внимание, естественно, на моду и на buzzwords и прочее. This means that while the papers covering all the topics can do poorly, a more restricted set of topics does very well in terms of citations. Нет, ну, то есть хорошо, что они такие оговорки делают, но просто вопрос вообще, нужен ли такой анализ, который они, собственно, проводят. Вот. Давай скажем всё-таки про то, что они написали в conclusion. Это довольно смешно, по-моему, это как бы совсем забавно. Значит, там они... Это такое странное место в статье, где вдруг появляются огромные такие bullet-пойнты такого дидактического характера, типа, а вот что у нас получилось, как бы такой крочный conclusion, и там, значит, бум-бум-бум-бум-бум. Значит, что у них получилось? Прекрасно. Especially articles with question titles tend to be downloaded more, but cited less than the others. Чаще скачивают, но меньше цитируют. Это, видимо, я и люди, те, кто просто скачивают статьи в интернете, чтобы смотреть на них. Ну, мне нравится вывод, что there are differences. Это хорошо. Это хороший вывод, интересный, да. По поводу скачиваний, тоже такая наша интересная штука. Скачивание статьи. Окей, в Open Access, наверное, это индикатор потребляемости этой статьи. Во всей остальной академии я не уверен, как вот этот индикатор правильно использовать, потому что, ну, не знаю. Просто сколько раз ее скачали, это очень... Ну, совершенно, да. Совершенно не знаю, что те, кто скачали, обязательно ее будут использовать, если процитируют. И я согласен с Сашей, что очень мало оговорок на тему того, а какие вообще мы переменные контролировали во всем этом делу. То есть, окей, у них вот разница по цитируемости, потому что у них разница по заголовку. А еще почему у них разница? Ну, давайте хотя бы как-то их немножко ограничим. Я же не говорю про то, что там кто автор и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот сейчас, да, сейчас мы сейчас скажем про то, что там про их любовь, вот те, кто пишут, вот это большое исследование, самое большое из того, что они цитируют, которое называется The Impact of Article Titles and Citation Hits. Честно скажу, как это человек, потому что ни одной работы я не видел, где бы не было ссылки на эту статью. Это Жак и Себир, или Себир. И это год 2010. Они все чему-то медицинские журналы. А в медицинских журналах драматично отличается, естественно, и длина, характер заголовка. Например, нашел такую табличку, в которой он приводит Percentage of Colonic Titles, например. Смешно, да, Colonic Titles? Ну, там много шуток на это. Чего это называется? Colonic Titles, вы сказать, не знаю. И, значит, человек, который, это какой-то медицинский такой журнал, типа приложение к какому-то медицинскому большому журналу, название, которое не помню, где люди просто немножко развлекаются и пишут там про что хотят в более свободном формате. Значит, и там автор, он рассылает своим коллегам письма с вопросом, что они думают про двоеточие в заголовках. И там ему все, ну, в меру дарования смешно там отвечают. Вот я вам уже цитировал, что ему кто-то ответил, что you know what they say about Colons, they are full of dot-dot-dot, там и так далее. Вот, и там есть, значит, статистика. Percentage of Colonic Titles found in articles in different disciplines по областям. И несложно догадаться, что их гораздо больше в hard sciences, да? Из hard sciences больше всего их будет, естественно, в medicine, да, clinical medicine. Из social sciences и psychology. И вообще там, вообще больше всего, чем в центре отношения, чем во всех остальных областях. Дальше он просто дает number of authors and the percentage of columns used in journals. И снова там получается, что в hard sciences, я не знаю, в hard sciences, нет, в medicine, да, больше всего их, и параллельно в психологии. То есть, короче, есть корреляция довольно сильно по областям, и биоцина сильно отличается и от других hard sciences. Ну, тут можно попытаться принять за уши какое-то объяснение, но это именно, что притягивание за уши, да, что у тебя в медицине просто объем публикаций всегда очень большой, да, и детализация должна быть очень высокой, то есть ты описываешь очень-очень узкий кейс, как правило, да, тебе нужно всю эту специфичность как минимум постараться уложить в один заголовок, поэтому любые пунктуационные средства, которые у тебя есть для того, чтобы внутри этого заголовка как-то там какую-то иерархию пытаться устроить, ты их пытаешься использовать. Я бы, наверное, про это вот в эту сторону думал, но влияние вот этого на цитируемость, это какая-то настолько далекая история, что стилистически, да, прикольно, но корреляция с цитируемостью, ну, даже непонятно в чём смысл этого является считать. Да, и при этом там явно есть какие-то... При том, что корреляция с цитируемостью, как бы, вообще сам себе сомнительный, по-моему, проект. Очевидно, что есть моды, да, в каких-то заголовках самих, именно в типах заголовков. Например, с 90-х годов действительно растёт количество заголовков с вопросительным знаком. То же самое происходит с двоеточиями, их становится больше и больше. В каждой отдельной дисциплине там есть разница по ним, но их всё больше и больше. Ясно, что двоеточие типа в моде. Я просто хочу сказать, что в естественных науках явно нет иронического отношения к заголовкам с двоеточием, но просто это какой-то заголовок, который не совсем такой, как принято. В общем-то, и заголовок с вопросительным знаком, это скорее просто что-то, что-то, если ты хочешь вытелиться, то на тебя будут скорее смотреть, как на человека, который, ну, он странные заголовки пишет, он почему-то пишет с двоеточием. Типа, ну, прикольно, но так, по идее, не очень принято. Но есть, ну, понятно, что при том, что у двоеточия есть определённая как бы репутация, да, может быть, это что-то немножко pretentious или просто не совсем первый выбор, но ясно, что при этом двоеточие может определённые заголовки прояснить. И если идти по логике общая тема, сабтема, совершенно ничего удивительного в этом нет. Ну, мне кажется даже, что в этом смысле двоеточие лучше, чем тот же вопросительный знак. То есть вопросительный знак – это просто форма, а когда ты даёшь двоеточие, то ты какую-то структуру действительно внутреннюю определяешь. И там есть какие-то связи, может быть, причинно-следственные или корреляционные, которые этим двоеточием задаются. Просто когда ты ставишь вопросительный знак, или тем более там восклицать, то ты просто, ну, вот решил в такой форме представить свой изначальный научный интерес. А может ли бы вот такое быть? И это ставишь в виде... Ну, ты же немножко бейдишь в аудиторию вопросительным знаком, да? То есть ты как бы, ты в принципе немножко провоцируешь человека на ответ, да? То есть когда ты видишь такой заголовок, тебе хочется ответить на него, естественным образом, типа да или нет. В этом смысле вопросительный знак, это просто скорее, да, именно про провокацию. Ну, то есть про диалог с аудиторией. То есть это именно диалог с аудиторией. А двоеточие — это история про структуру твоего исследования. Ну, может быть, не исследование целиком, но... Да, я тоже сомневаюсь, что, да, заголовки, которые используют обратительный знак, они подчеркивают, не знаю, какую-то неразрешенность, да, в теме статьи. Это скорее как бы такой, да, другой уровень. Другой вопрос. Я не знаю, насколько это отличается в Open Exit Journals и всем остальном. Мне все-таки кажется, очень принципиально, какая именно аудитория тебя скачивает, там, цитирует. В общем, может, ты не хотел бы вообще, чтобы те, кого ты накридкбейтал, тебя потом использовали. Ну, как бы... Я как раз хотел сказать, что мне было бы гораздо интереснее посмотреть на какую-то моду в заголовках на временном отрезке, да, во-первых, с учетом того, что есть определенная мода, и до эпохи массового доступа к научной литературе. Да, вот в момент, когда для того, чтобы статью добыть, прочитать, и, скорее всего, процитировать, если ты ее уже добыл и прочитал, нужно было пойти в библиотеку, там, да, ну, какие-то такие вещи. То есть до эра интернета как бы заголовков статей тоже было много, вот. И вот там, по крайней мере, по крайней мере, мы как-то избавляемся от заигрывания с аудиторией, всех этих вещей, и, возможно, там что-то более интересное. Да, мне тоже кажется, как бы когда мы можем мгновенно посмотреть на Abstract вместе, всегда, бесплатно, да, независимо от журнала, вместе с статьей, как бы роль, которую заголовок выполнял до этого, роль, которая должна была быть не только темой, но и summary в каком-то смысле, она переносится, естественно, она как бы стала меньше, да, она переносится на Abstract, там, да, и действительно, как бы он стал в эпоху интернета, наверное, мне так кажется, как бы меньше вообще роль заголовка выполнять. Ты быстрее, да, то есть я скорее доверюсь выдаче, там, не знаю, в Web of Science или Google Scholar по Keywords, действительно, что, наверное, мне нужна эта статья. Если заголовок это будет как бы только подкреплять, типа, ну, окей, прикольно, даже заголовок будет не совсем тот, который я искал, но почему-то это первая выдача по релевантности, у меня куча стирований, наверное, я всё равно в неё пойду. Да тут ещё, кстати, я что хотел сказать, что действительно тут скорее имеет смысл исследование такое долговременное, как вообще динамика, какая употребление. Именно самая эта мода, не её импакт на что-то, а сама мода. Потому что очень-очень сильно вообще меняется ситуация с научными статьями, просто увеличивается их число в первую очередь, и если раньше тебе там сложно было что-то найти на свою тему, то сейчас тебе просто сложно выбрать из огромного числа статей, которые публикуются в огромном количестве, просто что-то, что тебе, что и релевантно в каком-то смысле, а что просто, ну где более-более серьёзные исследования, какие из огромного списка, что тебе выбрать. И поэтому вот если ты это делаешь через какие-нибудь поисковые сервисы типа Google Scholar, то там, где картинок не будет, тебе нужно просто, чтобы твой заголовок как-то выделялся на общем фоне. Вот, и в этом смысле двоеточие может быть, может быть, как-то и влияет, и поэтому... Вот это следующий вопрос, довольно очевидный, про то, что дальше, типа, насколько я понимаю, ты теперь, наверное, ты должен думать в сторону того, что там происходит вообще с поисковым движком, и как он работает, и если завтра в нём изменится что-то, как это повлияет на то, как будут всплывать твои статьи и так далее. Но это речь не только про статьи научные, это, мне кажется, больше история про публикацию новостей, и... Наука ещё немножко не дошла научным мерам вот настолько тюнинга вот к этим вещам, скорее, это из разряда уже там журналистики, popular science и так далее. Да. Но не исключено, что дойдёт, потому что, правда, как бы известная проблема, что объём научных исследований, просто объём публикаций сейчас избыточен, прям сильно избыточен, и навигация становится всё более и более сложной. По поводу того, что происходит, значит, со статьями и с головками с 90-х, у них есть статистика вот этой статьи от 2000 года. Статьи-заголовки станутся длиннее, количество заголовков с вопросными знаками станутся больше, количество заголовков с colons их станут больше. Всего становится больше. Становится больше статей, а эти заголовки становятся длиннее, ну и так далее, и сами статьи. Но это всё, это всё можно объяснить, что знаки припинания, мне кажется, нужны для того, чтобы просто привлекать внимание. Турировать из-за того, что заголовки становятся длиннее. Да, да, да. Длина увеличивается, мне кажется, скорее из-за того, что просто, ну, количество исследований вообще растёт, И чтобы ты точнее мог описать, что именно ты в своей статье исследовал То есть это не какая-то такая общая широкая тема Я не знаю, нет, я не знаю про корреляцию Наверное, большая вероятность того, что двоеточие в длинных заголовках Или наоборот, есть статистика, что, ну это понятно, что заголовки с двоеточиями длиннее Это именно отражает мысль то, что это корреляция Что двоеточие и длина скоррелированы Что почему, да, пёс вы знаете Но при этом в этой статье, в первой, да, с которой мы начали Там есть странные довольно вещи Например, они говорят, что заголовки с двоеточиями длиннее А длинные названия у них, кстати, с их точки зрения Ведут к меньшему количеству скачиваний При этом там позитивная корреляция, да, между, естественно, количеством скачиваний и цитатами Но там нужно смотреть, конечно, вот когда ты статистический анализ проводишь Нужно смотреть внимательно на все вот эти вот параметры Р, П, вот всё, что они тут приводят Это иногда вот эта корреляция, но она надуманная Которую они там видят Ну, короче, нужно аккуратно-аккуратно оценивать Да, давайте расскажем про формат У нас появилась идея попробовать себя в роли переводчиков В смысле, что, чтобы делать это регулярно Да, а мы это Мы очень гораздо критиковать переводы На тему хорошо или плохо Вот, поэтому попробуем критиковать переводы друг друга Для этого нам нужно выбрать фрагмент, который мы к следующему эпизоду переведём И обсудим, удачно или неудачно А кто что принёс? Ну, у меня такая, там у меня с большой предысторией Я, собственно, как на этот отрывок наткнулся, про который я говорю, что Про который я буду говорить Я читал Стейнбека по-русски Вот, и наткнулся на довольно странную, непонятную мне игру слов Которая мне показалась очень корявой Вот, которая явно как-то не очень удачно переведена Вот, я решил посмотреть в оригинале, что там Вот, и посмотреть другие переводы И что интересно, я нашёл, ну, кроме того перевода, который я читал, нашёл ещё один И там точно такая же корявая и непонятная игра слов И то ли они просто друг у друга списали Что мне кажется более вероятным То ли просто я подумал, неужели другого варианта нет, чем вот так вот странно и коряво это переводить Потому что она совершенно неочевидная Вот, там она не очень сложная И в английском она довольно скучно звучит, на самом деле Но просто, почему мне интересно было бы предложить, потому что Ну, вы не будете смотреть перевод на русский, очевидно, я надеюсь Просто посмотреть, что это действительно можно перевести по-другому Не так, как было вот у этих двух переводчиков Прикольно Перед тем, как его зачитывать, я лучше предысторию расскажу Значит, там, в чём суть Там американка, которая живёт в глухой провинции довольно Ну, не очень глухой, но провинции Вот, она активно помогала солдатам во время Первой мировой войны И ей за это армия решила её отблагодарить и прокатить на самолёте Вот, она не очень верила, боялась Она ещё мало того, что в возрасте, так и в весе Вот, и, короче, не очень хотела и боялась Ну вот, и вот этот вот кусочек, это про то, как она, про то, как её катали на самолёте Вот, stuck Well, she thought Here it is just as I knew it would be Here was her death Я думаю, на этом можно остановиться Короче, она не расслышала слова И вот там вот нужно, собственно, как-то перевести, что пилот сказал И что она услышала Вот, и просто после этого она согласилась на то, чтобы они там делали какие-то трюки в воздухе И, собственно, её посчитали, что она очень-очень храбро себя вела А она просто не хотела пугать этого пилота Подумала, что это слишком молодой пилот Который сам не знает, что ему делать Что он очень испугался А она должна показать, что на самом деле всё в порядке Короче, приземлились они нормально Там всё-всё кончилось хорошо Я могу сказать про себя Я принёс два очень хороших кусочка из одной статьи в Нью-Йоркере Которую я очень-очень люблю Они прям коротенькие оба Я не могу сказать, что там есть какие-то Я не вижу там сложных мест Но для того, чтобы она перевелась хорошо Там, мне кажется, нужно продолжить усилия Так, короче, это первый фрагмент Предыстория, что, да, это критик, который в Нью-Йорке полжизни писал По Arts and Culture и всякое такое Его зовут Питер S-C-H-J-E-L-D-A-H-L Питер Шелдал И, значит, он в этих мемуарах Они такие очень обрывочные Он там пишет такой кусочек Мне кажется, там ничего сложного нету? Ну, да, классический, классический, наверное, пример, значит, того, как нам несчастным переводить слово fucking Знаете, у нас как-то все склонны переводить fucking как долбанный А я вот считаю, что нужно вообще возвращать мат, как бы, потому что это tempering вечно и немножко смущает Ну, да, ну, как бы, можно это в family-friendly варианте обойти, да, как бы, а можно... Как бы, понятные альтернативы слишком жесткие, то есть нужно что-то еще Вот, а второй фрагмент оттуда же Ну, вот, да, что, как бы, очень просто вроде коротко Простые слова, но... Нет, это совсем не просто И здесь две проблемы сразу Видно, с одной стороны нужно что-то делать с этим Но от этого текста сразу впечатление У меня есть такой приятель Сергей Бударьков, интерредактор И у него, как бы, все, что он не любит, он называет creative writing И вот от этого есть сразу впечатление, что, о, все понятно Это, как бы, эсэй, да, это вот это creative writing Сейчас будет вот это высасывание из пальца, да Self-centered motifs, как бы При том, что это красиво и гладко, и все сложно А в сашном фрагменте очень много таких супер... Вот, вы, наверное, про это не подумаешь, как проблема А потом, как только доходишь до этого, это самое противное название Там есть какие-то speckle sugar factory Что сахарная фабрика speckles Сахарная фабрика speckles Не знаю, блестяшки Ну, неважно, как бы, это как бы ужасные вещи То есть, ты не можешь просто написать фабрика, ты не можешь Это надо переводить так, как написано И это довольно... Митя, у тебя чего? У тебя чего-то? Значит, у меня было два варианта Я хотел взять Пнина Вот этот отрывок, где он учит английский Но он оказался очень большой Там просто... Нин, это набоковский роман, значит, про такого профессора, мигранта из России И его жизнь, значит, в американских университетах И там есть очень трогательные точки, где он потихоньку осваивает английский Но они, кстати, большие Поэтому... Но я решил все равно... Ну, может, был набоков, будет набоков Поэтому я пошел в Бен Синистер Он начинается с этой красивой лужи Я думал, вот, можно взять перевести кусочек из лужи Там такое, типа... Там как бы много вопросов, много сложностей Но он начинается с такого длинного взгляда, от лужи, типа, из больничного окна Там круг, у него, например, жена У любой из первых трех абзацев, например, вот этот Ага, это именно упражнение В красивых словах, да, их... Да, в красивых стих Three-legged bathers Да, да, да Мне Triscale очень нравится Ну что, нам нужно выбрать теперь? Жалко Такие, конечно Да, а может быть, мы три маленьких Типа из Сашиного просто кусочек вот именно про самолет сам Так, из моих тогда, наверное, про Pro is Poetic Да, первый хороший И Митин Может, я тогда... Есть, собственно, то, как он начинается Он немножко поменьше, но в том смысле там больше голов Отлично, давай берем просто за слова Quicksilver и Nether Продано Ну что, тогда это берем в следующий... В следующий эпизод, типа, да Каждый делает по варианту перевода И мы, видимо, полэпизода обсуждаем Вы посмотрите, насколько... Сколько времени вообще занимает это Это немало, да, да, да Мы так и не сказали даже, например, да, про Conclusions Что они сказали, собственно, про Твитву Что titles with columns tend to be longer and receive fewer downloads and citations Звездочка в открытых журналах По медицине, да Та самая звездочка, которую никто никогда не поставит Ох, Тарас, больные темы ты затрагиваешь Нам нужно поменять заголовок этого подкаста Он уже называется Snow, двоеточие Bunting an egg? Задай вопросы И обязательно амперсанты мы ставим Еще, what would you snow button in the egg?